следующая тема у нас будет это второй замечательный предел вот давайте мы сейчас обсудим как он выглядит какие есть эквивалентные формы второго замечательного предела так ну вот сам второй замечательный предел выглядит так а многие путают его с определением числа е но число е оно определяется как предел последовательности а здесь написан предел функции это разные вещи мне кажется более ярко это проявляется в использовании определения гейме то есть вот что говорит определение числа е что у нас вот такая последовательность стремится к е вот это определение а значит если посмотреть на вот этот предел то здесь содержится гораздо больше информации что какую бы бесконечно большую последовательность вы сюда не подставили все равно предел будет е то есть вот вы берете единица плюс единица поделить на их ценная степени их ценная и вот если вам известно что эксен стрелка бесконечность то тогда вот это выражение стрелка е то есть получается что тут мы как бы прыгаем по кочкам которые представляют собой натуральные числа бесконечности и получаем результате а здесь сказано что вы по любому кочка можете прыгать в бесконечность если вы упрыгаете в бесконечность то получите число е то есть гораздо больше то есть вот это частный случай очень частный случай вы в качестве эксцентова подставляете последовательность натуральных чисел а здесь может быть любая бесконечно большая так ну хорошо какие еще есть формы второго замечательного предела я буду использовать одну и ту же букву думаю что вас это не смутит хотя ну логично переходить от одного предела к другому делая замену переменных так вот другая форма того же самого предела предел при x стрелка 0 1 плюс x в степени единиц на x тоже равен е вот значит дальше дальше можно вот такой написать мы будем им активно пользоваться так предел при x стрелка 0 логарифм от 1 плюс x поделить на x равно единице вот еще удобно это записать в виде эквивалентности мы обсуждали с вами эквивалентные функции то есть получается что логарифм от 1 плюс x эквивалентен x при x стрелка 0 вот то есть логарифм 1 плюс x ведет себя как x еще одна форма второго замечательного предела выглядит так е в степени x минус 1 поделить на x значит этот предел равен единичке вот ну по сути здесь обосновывается что производная функция е в степени x в точке 0 равна единице ну и с помощью этого доказывается что производная е в степени x в любой точке равна е в степени x вот так так ну еще мы с вами чуть позже обсудим еще одну форму второго замечательного предела которая делает его родственникам первого замечательного предела но для этого мы сначала должны будем обсудить функцию гиперболический синус о котором наверное вы пока не говорили да нигде пока не слышали слышали что-то да хорошо но мы поговорим немножко о нем чуть позже когда доберемся до задач соответствующих значит вот у нас разные формы одного и того же предела как я понимаю все это наверное было у вас на лекциях уже вот хорошо хорошо так давайте порешаем задачка начнем с задачи 506 там несколько пунктов значит но разное стремление у нас то есть x стрелка 0 x стрелка единица x стрелка плюс бесконечность так первый пункт x стремится к нулю предел при x стрелка 0 1 плюс x поделить на 2 плюс x в степени 1 минус корень из x поделить на 1 плюс x то есть вот такая вот функция вообще вот я рекомендую поступать так с этими задачами если вас просят найти предел f от x в степени g от x вот с такими примерами часто возникают ошибки чтобы этих ошибок избежать я предлагаю переписать вот это выражение в таком виде e в степени g от x умножить на логарифм f от x вот g от x умножить на логарифм f от x вот если вы перепишите так то вы все проблемы соберете в одном месте дело в том что тут у вас переменное основание степени переменный показатель и часто совершают ошибки например такого вида говорят вот у нас f от x например стремится к единице а единица в любой степени это единица поэтому если f от x у вас стремится к единице то чтобы здесь не было написано результат будет единичка другое рассуждение например вам известно что f от x больше единицы а вы возводите в степень которая стремится к плюс бесконечности ну тогда рассуждение такое мы берем число больше единицы возводим его в степень бесконечности понятно мы его умножаем много раз она все время увеличивается значит предел бесконечности но что тогда делать вот с этой ситуации здесь одновременно и основание стремится к единице но если x например больше нуля возьмем да и показатель стремится к бесконечности по обоим этим рассуждением по одному получается единица по другому получается бесконечности значит ясно что что-то из этого все-таки неверно так вот нельзя вы не можете рассуждать о выражении фиксируя одну его часть и рассуждая о другой и наоборот ну это примерно можно такую аналогию провести что вы наблюдаете за футбольным матчем рассуждаете победит вот одна команда почему потому что если вторая команда не будет двигаться то первая команда конечно забьет и очень много мячей поэтому конечно первая команда победит ну и то же самое можно про вторую команду сказать вторая команда конечно же победит потому что первая двигаться не будет а вторая значит будет бегать и забивать голы поэтому рассуждать по отдельности нельзя. Вот когда вы так перепишите, то соблазн совершить эту ошибку будет гораздо меньше. То есть вы увидите, что у вас произведение, и вот про произведение почему-то люди не любят так рассуждать, что вот давайте мы это зафиксируем и будем рассуждать про вот это. А про степени почему-то запросто так рассуждают. Так вот, давайте мы в этой ситуации так поступим. Что у нас будет? e в степени 1 минус корень из x поделить на 1 плюс x умножить на логарифм вот этой дроби. Вот, как я понимаю, на лекциях вы уже доказали непрерывность функции экспонента и логарифма. Значит, мы уже можем этим пользоваться. Поэтому, если мы найдем предел показателя, то предел всего выражения будет e в степени предел показателя. Так что мы, ну, по сути, можем убрать это e, рассуждать только... Да. А всегда законы как делать? Да. Вот смотрите, да, что означает, что e в степени x непрерывно. Это значит, что предел при x стрелка a e в степени x равно e в степени a. Ну и значит, вы сюда можете точно так же подставить любую функцию, у которой есть какой-то предел. То есть вот вы можете взять предел e в степени f от x при x стрелка a. И пусть вам известно, что предел при x стрелка a f от x равен b. Тогда вы можете написать e в степени b. Более того, это даже можно распространить на бесконечные числа. То есть, если здесь будет написано плюс бесконечность, то здесь будет e в степени плюс бесконечность, то есть плюс бесконечность. Если будет написано минус бесконечность, то здесь будет написано 0. Е в степени минус бесконечность можем считать нулём. Поэтому с экспонентой вообще никаких проблем не возникает. То есть вы можете свободно менять местами пределы экспонента. С логарифмом могут возникнуть некоторые трудности, потому что у вас логарифм, во-первых, для отрицательных чисел не определён. Поэтому, естественно, на самом деле обычно не рассматривают степени с отрицательным показателем. Поэтому нужно следить за тем, что основание степени должно быть положительным. И вот когда эта степень стремится к нулю, тоже могут возникнуть некоторые тонкости, потому что логарифм будет тогда стремиться к минус бесконечности. То есть просто не забывать об этом. Хорошо, значит, вот мы свели задачу такую, задача такой. Посчитаем предел в числителе, значит, в степени, да, значит, разберёмся со всем выражением. Так, а теперь смотрим сюда. У нас получается, что проблем нету в данной ситуации. Единственная проблема, что лучше здесь написать вот так. Потому что у нас корень определён только для положительных чисел, поэтому лучше рассматривать односторонний предел. То есть мы считаем, что х стремится к нулю справа, иначе смысла нет в этом выражении. Так вот, проблем нет почему? Потому что вот у этой дроби, очевидно, будет предел единичка по свойствам предела. У этой дроби будет предел 1,2. Логарифм — функция непрерывная. Поэтому получается, если вы туда подставляете что-то, что стремится к 1,2, то логарифм от этого чего-то стремится к логарифму от 1,2. Значит, глядя просто на эту картинку, мы понимаем, это стремится к единице, это стремится к логарифму от 1,2. Значит, всё это стремится, показатель, да, стремится к логарифму от 1,2. Значит, е в степени эта штука стремится просто к 1,2. Вот. То есть здесь даже нам не понадобился второй замечательный предел. То есть мы просто можем подставить. То есть в данном случае получилась у нас ситуация 1,2 в степени единицы. Вот если у вас f от x стремится к какому-то a, а g от x стремится к какому-то b, и вы можете посчитать a в степени b, то есть это корректно определенное выражение, то так можно и сделать просто. То есть можно перейти к пределу. Но возникают некоторые неопределенности. Вот, например, неопределенность может быть единица в степени бесконечность. Вот это непонятно, что такое. То есть это надо дополнительно исследовать. Почему это будет неопределенность? Ну, более очевидно будет, когда вы напишете это вот в таком виде, в виде произведения. То есть у вас может быть… нужно следить за знаком еще. То есть если у вас здесь будет стремиться к плюс бесконечности, а это к минус бесконечности, то произведение будет к минус бесконечности. Значит, результат будет 0. Так. Ну ладно, давайте другой пункт разберем. То есть с этим пунктом проблем нет. Давайте пункт B решим. Ну, повторим этот шаг. Пусть у нас теперь и x стремится к единице. Пусть теперь x стремится к единице. Так, значит, давайте тоже перепишем по той же схеме в таком виде. Е в степени 1 минус корень из x поделить на 1 плюс x умножить на логарифм от 1 плюс x поделить на 2 плюс x. Так, что здесь у нас происходит? Ну, в принципе, тоже существенно ничем не отличается эта ситуация. Разве лишь у нас возникает, так, только здесь минус, да? Где-то. В прошлый раз тоже, наверное, минус был, да? Да, в прошлый раз тоже был минус, хотя это, конечно, ни на что не повлияло в прошлый раз, да? Все равно стремилось к единице. Так, то есть тут минус. В чем отличие от предыдущей ситуации? Теперь мы устремляем x не к нулю, а к единице. И вообще говоря, мы не знаем, что такое 1 минус корень из x поделить на 1 минус x. Тем не менее, можно разложить по разности квадратов. И вот с точки зрения предела вот это выражение и вот это, да, они ничем не отличаются, потому что у предела слепое пятно в точке 1. То есть с точки зрения предела эти функции одинаковы. С точки зрения математики они вообще говоря разные, потому что разная область определения. Но с точки зрения предела одинаковые. Значит, мы можем… Не, ну вообще, вот эти вообще одинаковые. Я еще не сократил, да? Так, вот с такой функции, да, вот такая и такая. Вот они вообще говоря разные. Но при x равном единице есть отличие, да? пределы этого отличия не видят. Значит, если переписать так, то тогда уже никаких проблем нет. То есть понятно, что если х стремится к единице, это стремится к 1 второй. Значит, вот видим, что первый множитель стремится к 1 второй. Ну а со вторым тоже нет никаких проблем. То, что у нас стоит под знаком логарифма, стремится к 2 третьим. Значит, логарифм от этого выражения стремится к логарифму от 2 третьих. Ну и значит, е в степени такой, да, стремится к е в степени 1 вторая на логарифм 2 третьих. Ну и если хочется, можно это переписать в таком виде. 2 третьи в степени 1 вторая, то есть корень. Вот так, вот такой предел. То есть в данной ситуации тоже не понадобился нам второй замечательный предел. Так, ну все-таки вот я подозреваю, что в следующий раз он нам понадобится. В пункте В. Так, давайте сейчас пункт, это был пункт В, да, а давайте сейчас пункт В разберем. Так, 506 В. Предел при х-трелке плюс бесконечность. 1 плюс х поделить на 2 плюс х в степени 1 минус корень из х поделить на 1 минус х. Снова переписали вот в таком виде. Е в степени, степень умножить на логарифм основания. Так, ну вот в этой ситуации у нас могут возникнуть некоторые трудности. Да? Что мы можем сказать по поводу вот этого множителя? То есть здесь получается у нас, что дробь будет стремиться к нулю. Ну это можно как проверить? Вы можете поделить на х числитель и знаменатель, да, увидеть, что числитель будет стремиться к нулю, а знаменатель к минус единичке. То есть и так это стремиться к нулю. Причем к нулю можно заметить со знаком плюс, да, может нам пригодится. Как вот надписи, да, у нас есть. Наука 0 плюс, вот у нас тоже, да, здесь вот эта дробь 0 плюс. То есть стремиться к нулю с плюсом. Так, вот, значит, а тут логарифм от 1 плюс х поделить на 2 плюс х. Надо с ним тоже разобраться. Значит, здесь у нас получается, что то, что написано внутри, стремится уже к единице. Стремится к единице при х-стрелка бесконечности. Значит, получается, что сам логарифм стремится к минус бесконечности. Вот, ну тоже можно написать к единице с плюсом, да. Сейчас что-то я не то говорю, да, не к нулю, да, к единице. Значит, стремиться к нулю. Поэтому в данной ситуации тоже проблем на самом деле не возникает. То есть в этой задаче все-таки пока нету второго замечательного предела. Получается, что логарифм стремится к единице с плюсом, значит сам логарифм стремится у нас к нулю, тоже с плюсом. 0 умножить на 0 будет 0. То есть проблем нету, действительно. Стремится к е в нулевой степени, то есть это единичка. Ладно, значит в этой задаче пока у нас не выстрелил второй замечательный предел. То есть пока что удалось обойтись без него. Да. Ну сейчас, 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 сейчас образим. Да, к единице с минусом, да. Да, 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 вы правы. Но это не влияет в данной ситуации. Потому что к нулю с какой стороны не приближайся, все равно е в нулевой — это единица, да. Это я перестраховался. Я почему-то подумал, что тут аргумент будет стремиться к нулю, но он не такой. Так, давайте другую задачу возьмем. Давайте другую задачу возьмем. Надеюсь, там уже у нас встретится второй замечательный предел. Ну вот встретится он, например, в задаче 515. Давайте возьмем задачу 515. Предел при х-стрелке бесконечность х плюс а поделить на х минус а в степени х. Вот так. Вот тут уже возникает неопределенность 1 в степени бесконечность. То есть мы видим, что основание степени будет стремиться к единице, а показатель стремится к бесконечности. То есть это неопределенность. Сразу мы дать ответ не можем. Но давайте опять перепишем в таком виде, чтобы избежать ошибок. Е в степени х умножить на логарифм. Вот х плюс а поделить на х минус а. Так, и вот у нас встречается х, а здесь встречается логарифм от чего-то, что стремится к единице. Вот это очень популярная ситуация. Что с ней делать? Значит, если у вас возникает ситуация логарифм от 1 плюс альфа от х, где альфа от х бесконечно малая функция, то есть стремится к нулю, то мы с вами по вот этому второму замечательному пределу можем прийти к выводу, что если вы поделите на альфа от х, то результат будет стремиться к единице. То есть это просто подстановка во второй замечательный предел вместо х бесконечно малая функция. Получается, по сути, мы используем композицию о пределе непрерывной функции. Вот эту функцию можно доопределить по непрерывности единичкой. И вот эту функцию альфа от х можно доопределить по непрерывности нулем в нуле. Значит, получается, вы в одну непрерывную функцию подставили другую непрерывную функцию, поэтому предел будет тот же самый. то есть единицы. Мы с вами эту теорему обсуждали, да, композиции непрерывной. Так вот, значит, что тогда получается, что это значит? Это значит, что логарифм от 1 плюс α от x эквивалентен α от x. То есть это как раз у нас означало эквивалентность. А мы с вами говорили, что если мы не будем потом умножать или складывать перед вычислением предела, то тогда мы можем заменять множители на эквивалентные. Так что мы можем заменить вот то, что здесь написано. Нас просят найти вот такой предел, да, а мы вместо него пишем вместо логарифма то, что здесь написано, минус единица. Вот. Значит, можно логарифм подменить на такую штуку. На самом деле что-то подобное уже перекочевало, можно сказать так, из высшей математики в школьную. Вы знаете этот метод рационализации, который называется, да, логарифм подменяют на аргумент минус 1. То есть на самом деле здесь процесс был обратный. То есть сначала это все в высшей математике появилось, вот как здесь. Потом кто-то заметил, что можно это перенести в школьную. Но, естественно, там не пределы считают, да, просто заметили знак выражения. А тут можно пределы считать с помощью такой штуки. То есть вот это наша функция α от x. Вот она дополняет, вот она плюс единица равна тому, что здесь написано. Так. А, конечно, предел здесь найти будет гораздо проще. Значит, x умножается на что? Если привести к общему знаменателю, будет x плюс а, минус x и еще плюс а. То есть 2а. Поделить на x минус а. Так. Ну а у такого выражения уже легко найти предел при x-стрелке бесконечность. Причем он одинаковый, когда x стремится к плюс бесконечности, когда стремится к минус бесконечности. Это отношение старших коэффициентов. То есть стрелка 2а. Значит, мы выяснили с вами, что показатель степени стремится к 2а. Значит, е в такой степени стремится к е в степени 2а. Вот так. Так. Хорошо. Есть какие-то вопросы? Вот тут мы использовали второй замечательный предел. в форме логарифма. Вот логарифм 1 плюс x поделить на x. А можно разозначить? А в каком случае у меня пополенцем ехать на эквивалентную? Значит, если речь идет о пределе произведения, например, или пределе отношения. То есть если у вас есть, вы ищите предел произведения, а один из множителей эквивалентен какой-то другой функции. Вы можете подменить. Вот. Ну это легко проверить. Вот смотрите, пусть вас просят найти предел f от x умножить на g от x. Вы тогда можете переписать это в таком виде. f от x умножить на h от x умножить на g от x поделить на h от x. И вот если вам известно, что g от x поделить на h от x стремится к единице, это вот как раз означает эквивалентность, да, что отношение x стремится к единице, то тогда получается, что пределы такого выражения, вот такого выражения, они одинаковые. То есть они существуют или не существуют одновременно и одинаковые. Поэтому если у вас есть произведение, в произведении вы можете заменять. Но потом вы теряете способность складывать и вычитать. И по-хорошему надо еще тоже не возводить в степень, но мы возводим в степень после того, как нашли предел. То есть мы с вами выяснили, что если е в какой-то степени возводится, то предел от е в этой самой какой-то степени будет е в степени предел. Так что мы предел считаем сразу после того, как посчитали произведение. Так, ладно. А вот такой сразу, давайте, может быть, вопрос на засыпку. А можно ли менять на эквивалентные в основании степени? Вот можно ли менять на эквивалентные в основании степени? Но на самом деле нельзя, можно довольно легко это показать. Вот смотрите, если мы с вами возьмем, вот возьмем с вами по сути, да, вот этот предел, второй замечательный. 1 плюс 1 на х в степени х. Значит, это стремится к е при х-стрелке бесконечности. А давайте мы заменим на эквивалентную. Эквивалентная — это просто единица. Так, единица в степени х при х-стрелке бесконечности. Это будет единица, потому что единицу в какой степени возводи, все равно единица. То есть мы видим, что на эквивалентной заменять основание степени нельзя. Вот показатель степени можно заменять, а основание нельзя. Вот такая вот ситуация. Почему? Потому что от основания степени, когда вы переходите к экспоненте, вам еще нужно взять логарифм. И у нас нет такого утверждения, что если а какая-то от х эквивалентна b от х, то обязательно логарифм а от х эквивалентен логарифму b от х. Вот такого утверждения у нас нету. Вот это мы не можем утверждать. Если бы здесь предел был не единичка и не бесконечность, то тогда такое утверждать можно было бы. То есть если бы здесь был какой-то предел хороший, то там тогда можно было бы прийти к выводу. Если здесь есть предел какое-то число а, которое не равно единице, нулю, бесконечности, то вы тогда легко можете понять, что и у логарифма b тот же самый предел. Но вот с точками 0, 1 и бесконечность могут возникнуть проблемы. Пояснил? Так, то есть будьте осторожны с заменой на эквивалентные. Множители можно менять, а показатель степени можно менять на эквивалентные. Основание степени нельзя. Так, ладно. Значит, бывают задачи, в которых комбинация разных пределов. То есть первый замечательный предел может быть в комбинации со вторым замечательным пределом. Например, можно решить задачу 520. Так, задача 520. Предел при х-трелка а синус х поделить на синус а в степени единица поделить на х-а. Но здесь не сказано, но, естественно, должно подразумеваться, что синус а не равен нулю. Иначе мы не можем на это делить. Вот, на синус а. Так, ну давайте решим эту задачу. Как мы ее будем решать? Очень похожим способом на то, как мы решали предыдущую. Давайте сначала, чтобы не ошибиться, перепишем это в виде е в степени. Логарифм от основания степени. Вот я предлагаю так поступать. Мне кажется, так мы снижаем вероятность ошибки. Теперь проверяем, что у нас то, что находится под знаком логарифма, стремится к единице. Ну, видно, да, если х-трелка а, то тут у нас стрелка синуса поделить на синуса. Значит, мы тогда представляем это в каком виде? 1 плюс то, что здесь написано, минус 1. И вот это наша бесконечно малая функция. Логарифм 1 плюс бесконечно малая функция эквивалентен этой бесконечно малой функции. Значит, найти предел этого выражения — это все равно, что найти предел вот такого выражения. Ну, а теперь приводим к общему знаменателю и можем увидеть с вами знакомую задачу, которую мы решали. Вот я перепишу в таком виде. Вот, если так переписать показатель, то видно, что у нас получается в итоге. Помните, мы с вами считали, по сути, это производная синуса. Значит, это стремится, давайте сюда нарисую стрелочку, косинус а поделить на синуса. Ну, а значит, получается, что тот предел, который нас интересует, он равен е в степени косинуса поделить на синуса. Ну, это то же самое, что тангенс. Котангенс, точнее, да? Котангенс. То же самое, что перевернутый тангенс. Так, есть какие-то вопросы по этой задаче? То есть вот вырисовывается некоторая схема, да, как можно решать такие задачки. Значит, сначала пишите е в степени, степень умножить на логарифм основания, потом логарифм этот, чаще всего от него удается избавиться. Вот таким вот способом. Так, хорошо, давайте мы сейчас чего-нибудь немножко поинтереснее найдем. Так, выберем какую-нибудь задачку поинтереснее. Ну, в принципе, на той же идее основана, например, задача 539. Давайте вот решим 539. Там нету основания какой-то степени, да, там отношения. Но никто не мешает нам действовать теми же методами. 539. Значит, в этой задаче просят найти предел при х стрелка 0 логарифм от косинуса х поделить на логарифм косинуса bx. Мы с вами проверяем, что то, что находится под знаком логарифма, как числители, так и знаменатели, стремится к единице. При х стрелка 0 это стрелка 1, и это тоже стрелка 1. Что это значит? Это значит, что мы можем с вами заменить на эквивалентные. То есть мы можем написать предел при х стрелка 0 косинус ах минус 1 поделить на косинус bx минус 1. Вот так. То есть это как раз то, что плюс, если к этому прибавить единицу, получаем аргумент у логарифма. Так, ну а чтобы решить эту задачу, можно вспомнить, что у нас было в первом замечательном пределе. 1 минус косинус t эквивалентен t квадрат пополам. Вот так. То есть мы с вами проверяли, что 1 минус косинус t поделить на t квадрат стремится к 1 и 2. Значит, можно написать вот так. Если t бесконечно малая. Вот. В данном случае мы подставляем вместо t ах и bx. Значит, получаем тогда, здесь видите, еще знак поменен, что можно числитель по эквивалентности заменить на минус ах в квадрате пополам, а знаменатель по эквивалентности можно заменить на минус bx в квадрате пополам. И вот если это сделать, то вообще ничего не остается. Сокращается x квадрат, сокращается минус 1 вторая, и остается а квадрат поделить на b квадрат. Вот. То есть вот такие преобразования позволяют быстро упростить предел, который вас просят посчитать. Так. Ну что, какие-то вопросы есть? Схема, в общем-то, та же самая. Так. Хорошо. Давайте что-нибудь немножко другое порешаем. Возьмем задачу 548. 548. 548. Давайте мы, прежде чем найти этот предел, тоже немножко преобразуем выражение. Мы хотим свести задачу на этот раз вот к такому пределу. Вот к такому пределу. Так. А x в степени альфа минус а в степени альфа можно переписать следующим образом. Выносим а в степени альфа наружу. Остается у нас x поделить на а в степени альфа минус 1. И вот дальше давайте мы превратим это в экспоненту. e в степени альфа умножить на логарифм. Вот x поделить на а минус 1. Вот. Значит, что можно теперь заметить? У нас x стремится к а. Значит, аргумент у логарифма стремится к единице. Значит, показатель здесь у экспонента стремится к нулю. То есть, итак, вот эта величина стремится к нулю. А что это значит? По второму замечательному пределу, вот в той форме, которая написана в последней строчке, e в степени альфа от x минус 1 поделить на альфа от x, также стремится к единице. В случае, если нам известно, что альфа от x бесконечно малая величина. Вот в данном случае у нас как раз e в степени бесконечно малая величина минус 1. Значит, мы можем по эквивалентности заменить просто на эту степень. Ну и дальше мы можем повторить тот трюк, который у нас был в прошлой задаче. У нас логарифм берется от величины, которая стремится к единице. Значит, по эквивалентности у нас получается это альфа умножить на x поделить на а минус 1. Поэтому, вот делая такие наблюдения, мы получаем, что функции x в степени альфа минус а в степени альфа поделить на x в степени бета минус а в степени бета, это эквивалентно чему? Числитель эквивалентен вот такому выражению, а знаменатель эквивалентен такому же выражению, только буква бета у нас. Вот. Ну и всё, значит, это получается прям в точности равно альфа поделить на бета. Ну, как я говорил, да, в самой точке а предел не видит, что происходит. Ещё что-то, да, я выносил. А, да, ещё выносил. Всё правильно, да. Это я вашу внимательность проверил. Так. Хорошо, заметили. Так, да, вы правы. Так, вот такой предел у нас получился. Так, то есть вот мы используем второй замечательный предел как повод для замены на эквивалентные функции. Конечно, можно всё это оформить немножко по-другому, да, но мне кажется, что вполне нормально такое решение. Так, вот ещё такая довольно забавная задача. 556-я. Сначала решим, а потом я поясню, что в ней забавного. Значит, просят посчитать предел при х стрелка 0. От такого выражения а в степени х плюс b в степени х плюс c в степени х поделить на 3, и всё это возводится в степени единицы на х. Тут у нас а, b, c больше нуля. Вот. Значит, давайте по прежней схеме поступим. То есть превратим это в экспоненту, е в степени, потом у нас идёт логарифм вот этого выражения и потом поделить на х. Вот так, да. Всё это поделить на х, это всё в показателе. Значит, теперь мы смотрим на показатель. Что у нас будет, если мы устремим х к нулю? У нас снова получится, что функция, написанная под знаком логарифма, стремится к единичке. Значит, мы можем по эквивалентности заменить просто на эту штуку минус 1. Значит, получается у нас а в степени х плюс b в степени х плюс c в степени х поделить на 3, минус 1, поделить на х. Вот так. Ну, а теперь мы можем расписать это как сумму трёх дробей очень похожего вида. Значит, вот так. Можно 1 треть вынести, и тогда у нас остаётся а в степени х минус 1 поделить на х плюс b в степени х минус 1 поделить на х плюс c в степени х минус 1 поделить на х. То есть, по сути, мы от этой единички раздали по 1 трети каждой функции. 1 треть далее а в степени х, 1 треть b в степени х, 1 треть c в степени х. Вот получили сумму трёх таких дробей. Поэтому, если мы посчитаем предел каждого из этих слагаемых, то мы посчитаем и предел суммы тоже. Какой будет предел? Значит, давайте преобразуем выражение. Это прямо равно е в степени х логарифм а минус 1 поделить на х. Ну и можно прямо искусственно воссоздать здесь ситуацию второго замечательного предела. Добавим здесь логарифм а в знаменатель и добавим в числитель тоже. Теперь, если так переписать, то можно уже увидеть е в степени бесконечно малая величина минус 1 поделить на эту самую бесконечно малую величину. И ещё умножить на логарифм а. Значит, предел будет равен логарифму а. Итак, мы выяснили, что первое слагаемое стремится к логарифму а, второе абсолютно аналогично стремится к логарифму b, третье стремится к логарифму c. Значит, показатель стремится к 1 трети логарифма плюс логарифм b плюс логарифм c. И вот что это у нас такое по свойству логарифм. Логарифм суммы, точнее, сумма логарифмов — это логарифм произведения. А 1 треть умножить на какой-то логарифм — это логарифм от корня кубического. Значит, получается, это логарифм от корня кубического из А, Б, С. Вот так. Значит, ответ получается такой. Это есть корень кубический из А, Б, С. А теперь, что забавного в этой задаче? Эта задача объясняет, почему среднее геометрическое является родственником других средних. Среднего арифметического, среднего квадратического. Давайте вспомним. Среднее арифметическое — это у нас А плюс Б плюс С на 3. Среднее квадратическое — это нужно сложить квадраты, а потом взять среднее арифметическое и извлечь из этого корень. Ну, соответственно, третьей степени. Раз-три слагаем. Может быть, вы помните, в школе изучают, ну, правда, для двух обычно, для n равного 2, обычно изучают неравенство. Так вот, такие же неравенства будут выполнены и для любого натурального. В матшколах часто доказывают для произвольного. Так, то есть это неравенство между средним квадратичным, да, или квадратическим, средним арифметическим и средним геометрическим. Так вот, получается, что это всё одна и та же функция, которая написана здесь, только она записана для разных значений х. Это при х, равном 2, это при х, равном 1, а это при х, равном 0. Поэтому, например, неравенства, да, вот эти, они могут быть проверены каким образом. Нужно проверить, что функция монотонно возрастает. Если вы это проверите, то задача будет решена. Вот так. То есть тогда вы сможете доказать любые неравенства вот такого вида. Можете здесь даже дробные степени подставлять. Например, а в степени 3 вторых, b в степени 3 вторых, да, c в степени 3 вторых, а потом всё это в степени 2 трети будет находиться между средним квадратическим и средним арифметическим. А среднее геометрическое — это просто при х, равном 0, то есть как предел определяется. Так, ну вот, мне кажется, что это забавно. Мне тут правильно подсказали, что здесь надо убрать троечку. Вот так. То есть корень квадратный, конечно, здесь извлекается. Это тут кубический, а тут квадратный. Так. То есть извлекается корень той степени, не сколько слагаемых, да, а сколько, вот какая здесь степень. Правильно. Так, ну хорошо. Значит, давайте, может быть, ещё разберём какую-нибудь задачку на эту тему, чтобы вы увидели, как это всё работает. Например, решим задачу 560. Это весёлая задача, сейчас увидите, почему. Значит, весёлая задача такая. Нужно посчитать предел при х-трелке А, ААХ минус АХ поделить на АХ минус Х. Да. Вот так. Так, ну сообщается нам, что А больше нуля. Вот, давайте мы всё будем сейчас превращать в экспоненты, да, то есть мы хотим получать выражение вот такого вида. Так, как можно это сделать? Ну, вот можно превратить это Е в степени А в степени Х умножить на логарифм А. Вот эту штуку можно превратить в такую. Е в степени Х в степени А умножить на логарифм А. Ну и, наконец, чтобы у нас возникло Е в какой-то степени минус 1, давайте мы что-то вынесем за скобки. Например, вот это выражение можно вынести за скобки. Е в степени Х в степени А логарифм А выносим, и у нас остаётся Е в степени А в степени Х логарифм А минус Х в степени А логарифм А минус 1. Так, вот теперь можно убедиться в том, что у нас показатель вот этот будет стремиться к нулю, когда Х стремится к А. Так, пока что по поводу преобразований вопросов нет у вас? Вот, значит, получается, что если вы сюда подставите А, а мы это можем делать из-за непрерывности показательной функции, или сюда подставите А, да, когда ищете предел, это можно делать по непрерывности степенной функции с произвольным показателем. Это на самом деле тоже следует из непрерывности экспонента и логарифма. Наверное, было, да, на лекциях у вас обсуждение? Значит, получается, что этот предел ноль. Ну, значит, у нас Е в степени бесконечно малая величина минус 1. И мы можем по эквивалентности заменить просто на эту бесконечно малую величину. Так, то есть можно подменить вот, значит, числитель на вот такой множитель, умножить на вот такую штуку. Но с этим множителем тоже всё понятно, да, понятно, к чему он стремится. Просто подставляете А, и получается, что это стремится, можно так написать, А в степени А в степени А. Это то же самое, что Е в степени А в степени А логарифма. Так, вот теперь надо разобраться с этой штукой. Вот как можно с ней разобраться? У нас получается, если мы отдельно рассмотрим А, да, а у нас будет другое немножко в знаменателе, мне кажется. Вот если мы в знаменателе здесь посчитаем, у нас будет аналогично, мы выносим, например, х в степени А, будет А в степени… Нет, сейчас, подождите, ещё раз повторите. Вот… Так, да, да. А, вот оно в точности, действительно, вы правы, да, оно в точности стоит в знаменателе. Так что да, вы правы, действительно, я понял. Ну, действительно, всё, значит, задача уже решена. То есть мы выносим логарифм А наружу и сокращаем А в степени х минус х в степени А. Всё, да, получается ответ такой, что предел равен А в степени А в степени А логарифм А. То есть Ах минус Ах поделить на Ах минус Ах, предел равен А логарифм А. Так, вот смешная задача. Это… Я не знаю, насколько правда, но я вполне готов поверить, что рассказывали про студента одного, который на экзамене, значит, когда диктовал формулу бинома Ньютона, он делал это особенно так вот радостно. Оказалось, он не знал, что означает восклицательный знак, поэтому он произносил N, N минус K и так далее. Ну, может, это, конечно, анекдот, но вот в другом вузе я столкнулся с тем, что человек смог мне воспроизвести утверждение формулы бинома Ньютона, но честно мне сказал, я не знаю, что такое восклицательный знак. То есть просто вот вы так написали, я, значит, повторил. Дальше я никакой ответственности не несу, ну, за происходящее. Так, хорошо. Итак, давайте мы поговорим о том, что такое гиперболический синус, косинус, тангенс, катангенс. То есть нам могут эти функции в будущем пригодиться. Так, значит, синус гиперболический Х определяется так. Это Е в степени Х минус Е в степени минус Х поделить пополам. Косинус гиперболический Х — это Е в степени Х плюс Е в степени минус Х пополам. Ну, соответственно, тангенс гиперболический — это отношение синуса к косинусу, и это будет у нас Е в степени Х минус Е в степени минус Х поделить на Е в степени Х плюс Е в степени минус Х. Ну, а катангенс — то же самое, только перевернутое. То есть числитель и знаменатель меняются местами. Так, это их определение. Примерно можно изобразить эскизы графиков этих функций. Для синуса гиперболического он внешне чем-то напоминает график функции у равно х3. Но только у равно х3 касается оси Ох, а здесь у нас производная, если её посчитать, она равна единице. Можно сказать так, чем-то напоминает в то же время тангенс, только ветки уходят на бесконечность вот всюду. Это у нас синус гиперболический, примерно так выглядит. Так, косинус, как у нас выглядит? Он напоминает, ну я бы сказал, у равно 1 плюс х квадрат. То есть вот как-то так. Вот, парабола такой напоминает. Так, вот эта единичка уходит на бесконечность. Тангенс у нас чем-то напоминает тангенс гиперболический, чем-то на самом деле напоминает арктангенс обычный. Только в пределе там получаются не минус пипополам и плюс пипополам, а минус 1 и плюс 1. Так, ну а катангенс, соответственно, выглядит немножко странно. Так, давайте чуть повыше, может, его нарисую, а то, может быть, не видно. Давайте здесь его изображу. Получается, вот как-то так выглядит. Вот, значит, на самом деле это замечательные функции. Особенно вот этот график, я утверждаю, что вы его на самом деле видите с рождения. Дело в том, что именно по графику гиперболического косинуса провисает нитка, то есть цепная линия. Значит, если вы берёте нитку за два конца, она провисает по некоторой кривой, которая на самом деле является графиком гиперболического косинуса. Вот, она очень похожа на параболу, поэтому многие считают, что это парабола. На самом деле эта вот линия, она называется цепная линия. Даже Галилей впал в такую ошибку, он считал, что параболу можно изобразить очень легко на доске, если вы приложите нитку и её обведёте. То есть вот он считал, что вот это парабола. На самом деле оказывается не так. Вот, эти функции оказываются близкими родственниками синуса и косинуса обычного. Вы сможете в этом убедиться, если подставите вместо х мнимое число, то есть их. Мы с вами, когда обсуждали комплексные числа, говорили о том, что удобно считать так, что е в степени их — это есть косинус х плюс и синус х. В дальнейшем мы сможем дать более строгое обоснование, когда пройдём степенные ряды. Тогда будет понятно, почему экспоненту всё-таки начнёт, комплексную плоскость удобно продолжать вот так, таким образом. Пока что это у нас просто была договорённость такая. Но вот если принять эту договорённость, то что получается? Получается, что косинус х может быть посчитан как е в степени их плюс е в степени минус их поделить пополам. Вот е в степени минус их — это косинус х минус и синус х. Так что мы видим, что на самом деле это косинус гиперболический, взятый от их. И наоборот, если вы хотите посчитать косинус х, вы можете взять косинус обычный от их. Вот так, от мнимого значения. Это косинусы. С синусами всё похожим образом обстоит, но вот синус х обычный — это будет у нас е в степени их минус е в степени минус их пополам. То есть это то же самое, что гиперболический синус, взятый от их. А вот если вы хотите обычный, гиперболический синус от обычного аргумента посчитать через такой, то понадобится в синус подставить их. Вы, правда, при этом получите не совсем то, что надо. Вот если подставить их, что у нас будет получаться? У нас получится е в степени минус икс минус е в степени икс. Так, а только здесь я неправильно написал. Вот так, да. На два и надо поделить. И тогда получается, что здесь минус и. Поделить на и — это всё равно, что умножить на минус и. А тут получится у нас, что если мы подставим, нужно будет поменять знак. Так, да, по-моему так, сейчас соображу. Не, ещё на и там что-то поделить. Давайте аккуратно посчитаю. Значит, это будет е в степени… Ну, вот эту штуку сначала проверю, да. Это будет е в степени и умножить на икс, то есть минус икс. Минус е в степени икс поделить просто на 2и. Вот так. Значит, нам получается, нужно умножить на минус единицу и ещё умножить на и. То есть умножить на минус и. Вот так. То есть получается, что это есть, вот так продолжу, минус и умножить на синус от и икс. Так, минус, должно быть плюс, по идее, да. Сейчас соображу. Минус всё-таки, да. Сейчас, меня немножко это смущает. Нет, 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 всё правильно, всё правильно, да. Так. А вот тут вот так, да. Вот тут, наверное, сейчас соображу. Сейчас, 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 сейчас. Нет, здесь так, да. Здесь, а здесь у нас… Вот если подставить икс, да, вот в эту формулу, вот в эту, у нас получится вот так, да, вроде бы вот так действительно получается. Значит, если я умножу на минус 1, я выправлю местами. Умножу ещё на и, ну, вроде бы получается, да, вроде бы так, вроде бы так теперь получилось. Да, да. Хорошо. Хорошо. Вот, и так они родственники. И так они родственники. Синус гиперболический, синус обычный. Косинус гиперболический, косинус обычный. И вот получается, что когда мы с вами не следим за тем, как ведёт себя синус и косинус, а именно на мнимой прямой, они ведут себя совершенно по-другому. То есть мы привыкли к тому, что синус и косинус — ограниченные функции. А вот подставляете туда мнимые аргументы, они уже становятся неограничены. То есть по мнимой оси они стремятся к бесконечности. Так что есть такая шутка, да, не знаю тоже, насколько правильная, что на военной кафедре преподаватель рассказывает студентам, что вот мы видим, что синус равен 4. Ему говорят, ну как же так, синус же не может принимать значения больше, чем единица по модулю. Он говорит, военное время синус может принимать любые значения. Вот на самом деле синус может принимать действительно любые значения по модулю, да. Мы видим, что, да, по-моему, даже и не по модулю. То есть вообще он может принимать любые комплексные значения. Вы можете решить уравнение, только, ну, комплексные корни у него будут какие-то. Так что вполне реальная ситуация. Синус может равняться 4. То есть человек был прав, его просто не поняли. Аргумент был комплексный. Так вот, чем замечательен второй замечательный предел? Тем, что он на самом деле первый замечательный предел. Потому что вы можете его написать в таком виде. Предел при х-трелка 0. Синус гиперболический х поделить на х равен единичке. И вот если вы его так запишите, вы увидите, что это тот же самый первый замечательный предел, только вы рассматриваете его вдоль мнимой оси. Вот так. Давайте мы поймем, почему это. Видимо, в такой форме у вас не было на лекциях. Давайте мы выясним, почему это так. Значит, синус гиперболический х, это есть е в степени х минус е в степени минус х поделить пополам. И еще х, да, еще делим на х. Ну а теперь более-менее понятно, как это посчитать. Это есть одна вторая. Мы вычтем единичку и прибавим единичку. Так. И раз прибавили единичку, то вот так. Вот. То есть это пока просто арифметическое преобразование. Ну и чтобы совсем уже было все очевидно, давайте мы тут на минус 1 умножим. Е в степени минус х минус 1 поделить на минус х. Вот это стремится к единице. И вот это тоже стремится к единице. Значит, вся эта сумма, умноженная на 1 вторую, тоже стремится к единице. Вот. Так что получается, что второй замечательный предел, он оказывается тем же самым, что первый замечательный предел. Просто первый вы берете по действительной прямой, а второй замечательный предел вы берете по мнимой прямой. Можно это все объединить, да, и написать вообще для комплексных чисел, что sin z поделить на z. Правда, мы это не доказывали, да, но это так, просто для информации, что можно вообще по всей комплексной плоскости двигаться к точке 0, и у вас будет получаться этот предел равен единице. Вот здесь одновременно спрятаны оба предела, и первый, и второй. Замечательно. И, по-моему, это замечательно. Хорошо, давайте мы сейчас решим какие-нибудь задачки на эту тему. Вот есть здесь задача 576 с несколькими пунктами. Вот пункт А мы уже обсудили. Давайте сейчас обсудим с вами пункт В, а пункт В я оставлю на дом. Значит, 576 задача. Пункт В. Осинус гиперболический х минус 1 поделить на х. Вот просит найти такой предел. Это явно на х квадрат. Это явно родственник того предела, который мы с вами считали. 1 минус косинус х поделить на х квадрат. Так, и что же тут у нас будет получаться? Давайте мы посмотрим, как выглядят формулы для косинуса и синуса двойного аргумента, только гиперболических теперь. Вот косинус гиперболический 2t. Что это такое? Это е в степени 2t плюс е в степени минус 2t пополам. И можно сообразить, что вот такие штуки у нас возникнут. Если мы возьмем е в степени t плюс е в степени минус t и возведем в квадрат. То есть это будет е в степени 2t, потом плюс удвоенное произведение, а удвоенное произведение — это двойка просто. Плюс е в степени минус 2t. Значит, то, что здесь написано, можно переписать так. Это есть е в степени t плюс е в степени минус t в квадрате минус 2 поделить на 2. Ну и теперь более-менее ясно, что это есть 2 косинус гиперболический в квадрате t минус 1. Знакомая формула, да? Так вот как для обычного косинуса была, такая же остается и здесь. Так, хорошо. Ну а с синусом что у нас будет? Это есть е в степени 2t минус е в степени минус 2t пополам. По формуле разности квадратов это есть е в степени t минус е в степени минус t умножить на е в степени t плюс е в степени минус t пополам. И опять оказывается та же самая формула. Вот. То есть для двойных углов у нас формула оказывается одинаковая. То есть вы просто меняете синус и косинус гиперболические, обычные на гиперболические, и всё, и получаете результат. Значит, получается, что можно вот то, что здесь написано, расписать, используя формулы вот эти. Единственное, что нам хотелось бы получить выражение косинуса гиперболического не через косинус, а через синус. И вот тут надо проверить ещё одно свойство, что у нас в отличие от обычных синусов и косинусов выполнено не основное тригонометрическое, а основное гиперболическое тождество. Разность квадратов равна единице. Вот так, разность квадратов. Ну, легко проверяется, да? e в степени x плюс e в степени минус x пополам в квадрате минус e в степени x минус e в степени минус x пополам в квадрате равно единичке. Можно по разности квадратов расписать. Если вы сложите эти две дроби, вы получите e в степени x. А если вы вычтете из этого и этого, то получите e в степени минус x. Ну, значит, вот действительно будет единица. Так, значит, вывод какой получается? Вот так у нас выглядит косинус 2t, и при этом через синус гиперболический, если выражать, это 2 умножить на синус гиперболический в квадрате t плюс 1, минус 1. Значит, это будет 2 синус гиперболический в квадрате t плюс 1. Вот эта формула уже отличается, конечно. То есть там для синуса и косинуса обычных было 1 минус 2 в квадрате, а тут плюс. Вот всё-таки отличия какие-то есть. Так вот, я хочу применить формулу, которую мы только что вывели, для x равного 2t, то есть t равно x пополам. Что у меня получится тогда? Что вот это есть 2 синус гиперболические x пополам в квадрате. Вот. Ну или можно переписать в таком виде. 1 вторая синус гиперболический x пополам, делённый на x пополам, и всё это в квадрате. Вот. Ну а тогда уже понятно, что предел равен 1 второй. То есть получается, что для гиперболического косинуса у нас формула чуть-чуть отличается от обычного. То есть надо наоборот, из косинуса вычитать, из косинуса гиперболического вычитать единичку. И тогда мы получим 1 вторую. Вот. А в остальном никаких таких существенных отличий нет. Так, ну хорошо. Значит, вот получается, что мы можем, вот как решали с первым замечательным пределом, так же можно со вторым замечательным пределом решать задачи. Очень похоже, да? Например, можно проверить, какая будет производная у синуса гиперболического. Вот давайте сейчас проверим. Задача 577.1. Пункт А. Предел 3х-трелка А. Синус гиперболический x минус синус гиперболический А поделить на x минус А. Давайте по определению посчитаем, да, что это такое у нас в числителе написано. Синус гиперболический x — это e в степени x минус e в степени минус x пополам. Синус гиперболический А — то же самое, только А. Значит, давайте мы по парам разобьем. То есть вот эту e в степени x и вот эту e в степени А соберем вместе. Будет 1, 2, e в степени x минус e в степени А. Потом минус… Да. Да, да, конечно. Это скорее не вопрос даже, да, утверждение. Так, вот, расписали вот в таком виде числитель, да. Теперь, если вот это поделить на x минус А и вот это поделить на x минус А, да, то можно понять, какие будут пределы. По сути, здесь написано «производная для экспонента». Ну, понятно, как это считается, да, e в степени А выносится и так далее. То есть стремиться к 1, 2, e в степени А. Так, а вот это что такое будет? Ну, по сути, то же самое, только знак ещё нужно поменять, да. Значит, будет минус 1, 2, e в степени минуса. Это если без этого минуса считать. Вот. Ну, точно так же, e в степени минуса выносится, да, там у нас эквивалентные сокращаются, знак минус появится, потому что тут вот будет минус перед выражением, а тут его нету, значит, минус с минусом даст плюс, то есть и в итоге… Ну, вот здесь-то минус у нас было, e в степени x минус e в степени минус x. Так что минус должен быть, да? Да. Да, хорошо. Значит, итак, получается, что предел равен e в степени А плюс e в степени минуса поделить пополам, то есть косинус гиперболический А. Вот, косинус гиперболический А. Ну, вот то, что происходит с косинусом, это вы тоже установите дома. Я вам задачу оставлю, то есть посчитаете, какая будет производная у косинуса гиперболического. То есть есть немножко коварства в этих гиперболических функциях, они в чём-то похожи на обычные синусы косинуса, в чём-то немножко отличаются, так что надо быть с ними осторожными. Есть и сходства, и различия. Так, ну и давайте мы, значит, вот напоследок ещё с вами вернёмся к нашим этим асимптотическим классам, порешаем задачки из другой главы. Вот, может, нам пригодится. Это вот то, что мы обсуждали, о маленькие, о большие, да, и эквивалентные функции. Давайте сейчас как раз поговорим про эквивалентные. Так, ну, например, вот бывают такие задачи, когда нужно выделить главный член, ну или как бы главную часть выражения. Решим с вами задачу такую, например. Задача 653, пункт В. Значит, в этой задаче сказано, что х стремится к нулю. И нас просят отыскать, значит, такие с. Ну и давайте я напишу альфа, что с умножить на х степень альфа эквивалентно корень из 1 минус 2х минус корень кубический из 1 минус 3х. Вот так. То есть нужно каким-то образом отыскать такую константу с, неравную нулю, и какое-то число альфа действительное. Чтобы можно было написать вот такую эквивалентность. То есть, по сути, мы должны увидеть вот в этом сложном выражении более простое выражение. Так, вот если мы с вами захотим, если мы с вами захотим воспользоваться тем, что установили раньше, вот такая у нас штука была, да? 1 плюс t, значит, минус 1 поделить на t стремиться к одной второй при t стрелка 0. То есть можно записать тогда так, мы это делали, что 1 плюс t равно 1 плюс t пополам плюс u маленькая от t. Вот если мы такими выражениями будем пользоваться, то у нас получится равенство следующее. 1, потом плюс минус 2x пополам плюс u маленькая от x. А вот эта штука у нас будет равна точно так же. 1 плюс минус 3x поделить на 3, поскольку здесь корень кубический, плюс u маленькая снова от x. И вот если вычесть из одного другое, то видно, что сократится и останется u маленькая от x минус u маленькая от x, про которое мы можем только сказать, что это у маленькая от x. Так что, глядя на это выражение, мы мало что можем сказать про эквивалентную функцию. То есть мы не сможем ее найти просто. Так что вот такой подход в данном случае себя пока не оправдал. Нужны какие-то более тонкие рассуждения. А в чем они могут состоять? В домножении на сопряженное число. Только вопрос в том, а что здесь такое сопряженное? Если бы у нас была разность квадратных корней, мы бы знали, что это такое. Это сумма корней. Была бы разность кубических корней, но тоже можно было бы воспользоваться формулой для разности кубов. Домножить на вот эту скобочку. Помните, мы такие, по-моему, штуки тоже делали. Когда там, вот если у вас корень кубический из а минус корень кубический из b, можно его представить вот в таком виде. a минус b поделить на а в степени 2 трети плюс а в степени 1 треть, b в степени 1 треть, плюс b в степени 2 треть. То есть вот это сопряженное, для такого выражения. А тут у нас корень квадратный и корень кубический. Что делать? Мы можем воспринять и то, и другое как корень шестой степени. То есть одно выражение — это корень шестой степени из 1 минус 2х в кубе, а другое — это корень шестой степени из 1 минус 3х в квадрате. Давайте мы объявим, что вот это у нас а, а вот это у нас b. И воспользуемся формулой для разности шестых степеней. Так, вот такой вот формулой воспользуемся. Можно спросить? Да. А в чём проблема была? В верхнем рассуждении? Нет, проблемы никакой нету, только мы получили, что это у маленькой от x, а спрашивают нас о другом. Но у маленькой от x может быть, например, x квадрат, может быть, x кубе, может ещё что-то. Так что мы даже вот это альфа мы не установили. То есть какой степени малости это выражение? Мы выяснили только, что меньше, чем 1. То есть мы отсюда выяснили, что альфа меньше 1. Это всё, что мы отсюда узнали. Мало информации. А сейчас мы хотим выжать информацию побольше. Да, что меньше 1 мы выяснили. А больше наоборот, да. Больше 1, да. Вы правы. Это я опять вашу внимательность проверяю. Так, значит, что мы будем делать тут? Вот я предложил воспользоваться этой формулой. Значит, нас просят найти, ну, оценить, да, как-то, заменить на главную часть. Вот такое выражение a-b. a-b, получается, это у нас a в шестой минус b в шестой поделить на вот эту вот скобочку. Давайте вот её, да, как-то обозначу. Чтобы её не переписывать 10 раз, обозначу эту звёздочку. Вот так, звёздочка. Значит, a-b равно a в шестой минус b в шестой поделить на вот эту звёздочку. И чем это хорошо? Тем, что теперь уже у нас в вычислителе написано вполне такое вменяемое выражение. 1 минус 2x в кубе минус 1 минус 3x в квадрате. В знаменателе, конечно, написано что-то страшное, но мы пока на это страшное не смотрим. Итак, если раскрыть скобки, что у нас будет? 1 минус 3 умножить на 2x плюс 3 умножить на 4x квадрат минус 8x в квадрате. Это я раскрыл по формуле куб разности. А теперь ещё квадрат разности. Значит, 1 минус 6x плюс 9x в квадрате. И вот такая разность уже вполне себе вменяемая. У нас сокращается единичка, у нас сокращается минус 6x, и у нас остаётся 12x квадрат минус 9x квадрат, то есть 3x квадрат, минус 8x в квадрате. А теперь давайте вспомним, что у нас происходит снизу. Давайте мы вспомним, что у нас происходит снизу. Снизу у нас происходит следующая штука. Значит, а это у нас было вот это выражение, то есть корень квадратный из 1 минус 2x. Значит, будет у нас 1 минус 2x в степени 5 вторых плюс 1 минус 2x в степени 4 вторые умножить на 1 минус 3x. В какой степени? У нас был корень кубический, да? Возводится в первую степень. Значит, 1 треть, да. Ну, давайте напишу плюс и так далее. Плюс 1 минус 3x в степени 5 третьих. Так вот, то, что написано в знаменателе, на самом деле, да. А почему там степень 5 вторых второй был плюс 6-й? Ну, у нас был корень квадратный, а это был корень квадратный из 1 минус 2x. Да, потом возвели в пятую степень. Значит, 5 вторых. Ну, понятно, да, если, ну, с точки зрения такой вот, по крайней мере, школьной математики, да, степень 5 вторых и корень квадратный из 5-й степени могут там отличаться. Или в данном случае они, может, и не отличаются. Но мы с вами договариваемся считать, что вот 5 вторых и корень квадратный, будем считать, что это одно и то же. Точно так же с корнем кубическим, да. Вот это вообще говоря, нельзя считать от отрицательных чисел, да, на степени 5 третьих. По крайней мере, потому что в школе вас учили. Но мы можем считать, что это вы сначала возводите в пятую степень, а потом извлекаете корень кубический. Тогда можно считать от отрицательных тоже. Так вот, несмотря на то, что знаменатель у нас страшный, как это, на лицо ужасные, добрые внутри, вот эти выражения. То есть они страшные выглядят, но они стремятся к единичке, каждая. Поэтому, если их стремится к нулю. Поэтому получается, что всё это эквивалентно просто пятёрке. Вот, то есть сколько у нас? 5 слагаемых? 6. Шестёрки, значит, да. Значит, шестёрки эквивалентны. 6 слагаемых, значит, просто эквивалентны шестёрки. А то, что написано в числителе, эквивалентно 3х квадрат. То есть вот эта штука у нас может быть проигнорирована. Значит, это всё эквивалентно чему? x квадрат пополам. Значит, получается, что c равно 1 вторая, а альфа равно 2. То есть мы смогли выжать больше информации из этой разности с помощью домножения на сопряжённые. То есть вот такие арифметические преобразования. 3х квадрат. 3х квадрат. То есть здесь главной частью при х, стремящемся к нулю, является первая. А вот это игнорируем. Если бы мы стремились к бесконечности, было бы наоборот. Так. Хорошо. Давайте мы решим ту задачку, которая была у вас в демоверсии, я вам посылал. Она здесь есть, Демидовичи. Это 657 пункт В. Тоже похожего типа задачу. Значит, корень из х плюс 2 минус 2 корень из х плюс 1 плюс корень из х. Нужно найти параметры такие, что это эквивалентно с умножить на 1 на х. Ну, написано в степени. Давайте тоже в степени альфа напишем. Сделаем вид, что мы не знаем, что это натуральное число получится, поэтому будем писать не на альфа. Просто Демидович нам явно намекает, что будет натуральное, видимо. Рассен написал. Так. Вот. Ну, опять-таки, да, здесь могут возникнуть проблемы, если вы захотите рассуждать так, что скажете, ну, это эквивалентно корень из х, это эквивалентно 2 корень из х, это эквивалентно, значит, корень из х. Вот просто заменять на эквивалентные в сумме или разности нельзя, я вам об этом говорю. Если вы здесь так сделаете, то вы получите, что вроде это как 0, потому что корень из х минус 2 корни из х плюс еще один корень из х. Поэтому нужно немножко хитрить. Вот как в этой задаче можно схитрить? Один из способов. Давайте мы разобьем это в виде, представим, в виде разности разностей. Вот так. А теперь домножим на сопряженные здесь и здесь, то есть на сумму корней. Домножим и разделим. Значит, если взять разность квадратов, будет единичка. Поделили на сумму корней, да? Так, это мы переписали первую скобочку. И вот переписываем вторую скобочку. Так. Теперь приведем к общему знаменателю. Так. А сверху у нас получится разность чего? То есть вот из этого вычитается вот это. Ну, значит, корень из х минус корень из х плюс 2. Ну и все, задача почти решена. Осталось еще раз домножить на сопряженное выражение, то есть на сумму корней. Значит, сверху разность квадратов получится минус 2, а снизу получится вот сумма таких скобочек. Еще одна сумма появляется. Кстати говоря, не получается натуральное число здесь у степени. То есть мы могли обмануться, подумав, что n — это натуральное число. Вот. Если так написать, то уже более-менее ясно, что получается. Числитель — это просто константа минус 2, а в знаменателе каждая скобочка эквивалентна 2 корню из х. 2 корня из х. Значит, получается 2 корень из х в кубе. Вот. То есть в итоге минус 1 поделить на 4х в степени 3 вторых. Так что в этой задаче ответ оказывается такой. С равно минус 1 четвертая, альфа равно 3 вторых. Вроде так. Вот. Так. Ну что, решили задачку, да? Так, давайте еще вот обсудим. Есть такой термин. Сейчас он нам непосредственно не пригодится, но в будущем пригодится. Значит, когда говорят, что две функции, f от х и g от х слабоэквивалентны друг другу. При х стрелка какое-то а. Вот что это означает? Это значит, что найдутся такие константы положительные, что у нас c1 умножить на f от х меньше либо равно, чем g от х, меньше либо равно, чем c2 умножить на f от х. В некоторой окрестности проколотой точке А. То есть с положительными константами оценивают друг друга. Вот так. Ну, какой пример можно привести? Ну, обычно даже так. Обычно это применяют для положительных функций чаще всего. Так что, вот, например, если х стремится к нулю с плюсом, да, х стремится к нулю с плюсом, мы с вами знаем, что, например, синус х, да, он меньше либо равен, чем х. С другой стороны, это будет больше либо равно, чем 2х поделить на π. По крайней мере, от нуля до π пополам можно проверить. То есть если вы нарисуете график функции синус, то вот это будет как бы хорда, которая соединяет точки начала координаты, точку с координатами π пополам 1. Вот так. То есть хорда будет лежать под графиком синуса. Значит, вот такие неравенства. Поэтому синус х и х, они, конечно, слабоэквивалентны при таком стремлении. Но они, более того, они даже просто эквивалентны. То есть из простой эквивалентности следует слабая эквивалентность тоже. Почему так? Потому что если f от x поделить на g от x стремится к единице, то понятно, что их отношение рано или поздно будет зажато, например, между 1 и 2 и 2, к примеру, так. А тогда получится, что можно будет записать вот эти неравенства. Так что слабая эквивалентность, она действительно более слабая, чем просто эквивалентность. Значит, если функции эквивалентны, то они слабоэквивалентны тоже. Вот в некоторых задачах может понадобиться использование слабой эквивалентности. Но, как правило, нас будет это касаться, когда мы будем говорить об интегралах уже. Когда доберемся до интегралов, тогда это понадобится. Так, ну хорошо. Значит, давайте я задаю вам домашнее задание. Пока я не ушел из этого раздела, давайте я отсюда напишу сначала домашнее задание, которое отсюда, а потом вернусь назад и добавлю задачки с меньшими номерами. Так, дозун. Так, дозун. Так, дозун. Так, ну вот, думаю, этих двух задач, наверное, хватит. Я имею в виду из этого раздела, да? Из другого раздела сейчас добавлю. А вы уже надеялись, да? Так, ну и вот на второй замечательный предел. 516, 521, 531, 543, давайте 559. И, значит, на самом деле, да, я хотел еще вам больше задачек на эти гиперболические функции, но давайте какую-нибудь одну из них. Вот важно, чтобы вы посчитали 577.1 пункт B. Это, по сути, производная косинуса гиперболического. Я подписываю, потому что у вас может быть другая нумерация в задачнике, чтобы вы поняли, что за задача. Так, ну вот эти стандартные уже у нас 8 задач, да, на следующую субботу. Все тогда.